Сегодня там прошел дождь, но главное нет шторма и водичка теплая. Камушки на дне большие, заходить вообще сложно. Вон мужчина заходит и смотрит падает. А так все нормально, народа немного. Цены бюджетные, адекватные, хорошие. Море как ни странно тепло, я уже два раза искупался. Точек балдеет с нами. Воле уже полчаса водится. И снова едем, и едем мы в Абрао-Дюрсо. Поленька почитала, а губки красят она у нас. Ну как же без этого? Только что с моря пришли, покупались, погодка хорошая. А поедем-ка съездим. Абрао-Дюрсо. А вот она поворот. Тем более мы возле него, посмотрите, как близко. Туда здесь нам. Стоянка слева, стоянка справа. Это видимо винный завод. Экскурсия на винный завод. Пойдем? Смотрите, все пищи. А, озеро что? Абрао-Дюрсо. Заводик, магазинчик, отдыхающий. Так было сразу сюда. Куда все? Стоянка там, стоянка где? Там платно, там, но бесплатно. Вон что тут. Озеро-Дюрсо со смотровой площадкой. Здесь не называется, азеро-Дюрсо, да? Да, озеро-Дюрсо. Прогуливаться. Озеро большое. Ну, а мы движемся дальше. Дорога куда-то к морю идет. Какая красота. Мы оттуда поднялись, спустились. Прелестно, прелестно. Красивично. Ветер такой уже поднял. Мы прямо на вершине, на пике, на пике горы. Ох, тут фотки будут классные. Озеро Абрао-Дюрсо. Друзья, мы после Абрао-Дюрсо спустились вниз. Смотрите, здесь палаточный городок. С палатками можно вставать. Сейчас вот по этой дорожке проедем, посмотрим, что куда здесь. Палаточный городок вот слева. Он такой большой, хороший, а мы не знали даже. О, Лена, смотри. Наше место. Иванушки. Все, подъехали. Пластняк. Посмотрим сверху. Пивной на разлив. За этим мысом вот наш этот городочек. О, тут тоже классненько. Смотрите-ка, и берег есть. А мы что-то не доехали сюда, думали, что здесь нет ничего. Тут, оказывается, совсем все хорошо. И скалы есть, и с трубкой померять. И заливчик такой. И столовая, и стояночка для машин. Все, друзья, мы вот оттуда заехали. Сказали, заезжайте на стоянку, что там машина стоит. Все. Но я еще не уточню. Сказали, вроде, сегодня день открытых дверей. Нас пустили бесплатно. Так, вроде, платно. Куда пойдем? Там вот палаточный городок. Езжаешь бесплатно. А вы и сплатный. Ну, не знаю. Не уточню. Он говорит, вот там отель сдаются, и там отель сдаются. Наверху, который на горе стоит. Находить далеко. А так машинки вот сюда ставят, с палатками заезжают. По-моему, платно, что ты сказал. Ну, наверное, палаточный городок. В любом случае это было платно. А тут черноморские морепродукты Камбала. А тут, наверное, мини-отельчики, что ли, или нет? О, что вы так попадаете? Хинкали даже есть. Шашлыки. Сейчас посмотрим, какой тут берег. Берег. Народа, конечно, многовато. Ну, привыкли, что? Где сейчас народу нет? Есть везде. Ну, нет, смотрите, мелкая галька. Не как там в луны. И вода прозрачнее, чище. Там мутнее у нас вода. Все, наверное, на два дня зависим здесь. А потом на работу. А? Пошли. Время-то у нас в воду. Так, друзья, сходили, мы поспрашивали, сдаются номера, комнаты. Там бассейн, вилл, сад. Сколько стоит? Однокомнатный, не одноместный, а просто однокомнатный, она говорит. От четырех с половиной. А двухкомнатный, там шесть восемьсот. В общем, до семи тысяч. Семь тысяч окончательная цена. Там люкс есть, комфорт. Снять не дали. А все захоронировано вообще до двадцать первого числа. Все занято. Я имею в виду, на камеру тоже не дали. Ага. Итак, мы хотели посидеть тут два дня. А вот здесь весь этот дом продается. Мы думали, там номер телефона узнать сдается. Здесь, в общем, интересно, как бы до ресепшена ты можешь не дойти. Обязательно в переходе висит номер телефона. Звонишь по нему и узнаешь о наличии места и стоимости жилья. И позвонила я по этому номеру телефона. Не видно его здесь. Не видно здесь. Она сказала, что он не сдается, он продается. 48 миллионов. Я представляю, сколько тогда этот стоит. 150 миллионов. Это в половину тот дом меньше вот этого красненького. 48 миллионов. Такая речушка, вонючка. А еще тут вот эта рыбка, наверное. Мы же рыбу купили. Сказали, ребята, не снимайте, пожалуйста. Смехотворная. Смехотворная. Вот это ставридка. Ставридка или что это? Как называется? Ставридка и барабулька. И барабулька. Вот. Охлажденка. Купили мы ее вот там у ребят. Там рыбаки живут. Как вам была? Знаете сколько стоит? Тысячу рублей. Это он, наверное, пошутил. Да ничего не пошутил, Слав. Вот эта рыба, которую он нам показывал, она на 2 тысячи вытягивает. Вот это вот. Он сказал, да? Значит она сильно вкусная. Это так же как у них персики. За спиной персики в саду. А продают 150 рублей в килограмм. Да. И даже 180 рублей. Ну вот так как-то. Информацию узнали. Спросили мы сколько стоит место остановиться с палаткой в этом городке. Палатка стоит 300 рублей поставить. 350 рублей. 350 рублей палатка и 350 рублей машина. Ну, машину можно здесь оставить, конечно, вот здесь. Но не факт. Не факт, что тебе разрешат ее тут бросить на улицу. Да. Ну, а мы едем жарить рыбку. Пить вино. И наслаждаться последними деньками в Солнце. Я хочу сказать, что там, где мы были на Торкомпуте, здесь посмотрели сколько народу, сколько всего натыка на людей. Мне там больше нравилось, что мы там практически одни были. Если у нас были соседи, то не прям палатка в палатке, а подальше. Только Воложьте были. Ну, как бы у нас. Да, да, да. А Воложьте-то дешевле же было у нас? Нет. Воложьте у нас было 700 рублей палатка. Ааа. И тут 700 рублей с машиной. А тут 700 рублей с машиной. А там плюс еще нужно было за машину платить. Но так как мы машину не ставили внутрь. Не ставили внутрь. Нет, я вру. 300 рублей была палатка. Конечно. Я тебе говорю же. Двухместная была 300 рублей. Да. А трехместная 450 рублей. Да. И четырехместная 5600 рублей. Вот. Да. Ну, кто хочет точный формат, смотрите фильм первой части. Там все есть. Так что, получается, здесь тоже недорого с палаткой приехать-то, по сути-то. Но зато здесь можно и масочкой половить. Воложьте этого не было, там ничего пустой. А здесь и рыбку вон они ловят, рыбачки. И откосы со скалы. Родничок. Это родничок? Мы тоже спрашивали. Говорят, что из ключа какой-то. Зеленый ключ. Абрау Хуторок. Кафе, домашняя кухня. Может, жилье сдается? Сейчас узнаем с видом на озеро. Может, тут и зависнет. Абрау Хуторок. Хуто-хуторянка. Здравствуйте. 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 На один день? На два, наверное. К сожалению. Вы на большее сдаёте только, да? Нет, мы сдаём посуточно. Мы просто сегодня на дне сутки есть, а завтра уже всё. А, сегодня есть? Нет, нам вот завтрашний день она. К сожалению. А сколько стоит? Четырёх. Двух не знаю. Ага. Двух не знаю. Ага. Кафешка есть всё есть, да? Угу. Да. Ну ладно. Кафа работает и покушать можно. Ага. Кафешка приехала. Ходим скорей. Ходим, мы сладкие. Ходим, 30 минут час. Идем, бабушка. С детишками. Номера. Кафе. Часы работы с 9 до 22. Чисто такой хуторок. Бассейн. И закончился. Хуторок. Да. Вот. Первые 30 минут бесплатно. Первые 4 часа 150 рублей. Далее каждую часть 50 рублей. Штраф за утерю и корчу чека 200 рублей. Ты чек где твой? Там внутри. Я не видел, что на столе уже лежит. Ну, я положил туда под коннельку. Ну ладно. 150 рублей. Чем здесь такой? Чем здесь такой? Чем здесь такой? Такой какой? Сломай давай. Блестящее что-нибудь там такое. Ну, наверное, облезет всё. На холодильнике чё и облазить? Спроси сколько стоит? Образжу всё. Сейчас. How much? Ёшка, а сколько стоит такой? Ну, 120 стоит. Вот он винный завод. Бутылки в стене торчат. Винные погребки. А вот набережную, которую мы проезжали. Сейчас потом туда пойдём. Пошли сначала в винный погребок. На винозаводе наверху. Камера не может приблизить. Давит вино. Вернее, виноград высыпает и давит его. Газели вон вывозит. С собаками вход запрещен. А так можно. Это от завода магазин? Да. Ага. Бутылочки такие маленькие. Это другие. Это вот это же. Цены надо спрашивать что? А вот написано 690. Ага. Шампанька, да? 890. 410. 410. Угу. 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 Это подделка конечно. Ну конечно. Кто её знает. 8 970 рублей. Такая баклажечка. 350 рублей. Бюджетный. Бюджетный вариант. Тут всё по 350. А вот вина. Акции. 540 рублей. Шардоне. А мы по чём покупали? А мы по чём покупали? 540 рублей. А мы что-то по 300 же брали, да? Нет, я говорю в этом. Массандра. 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 Вода газированная, виноградная. 890. Райский подварчик. 320. 320. 320. 320. Всё пустое. Всё что по 320. А. 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 Сухое. Абрао. Русо. О, выдержка чёткая. Прям 12 смотри. Географического значения. Возьму сейчас одну. Стекляшку. Ладно, ребята. Мы выбираем вина. А вам пока. Всё, друзья. Хапнули ещё одну коробочку шампанских вин. Абрао. Дюрсо. Попробуйте. Сегодня вечер. Набережное озеро. Абрао. Дюрсо. Муравьи и железы сделаны. Где? Справа. Почельки в виде луны. Полумесяца. А в этих танках отстаивается вино. Или отсеивается, или просеивается. А это лицевая сторона завода. Абрао. Дюрсо. Одни звёзды. Такой парк. Обалденные деревья. Вот эти все хвойные. Всякие туи. Рощи, да? Да круче, чем самшитовые рощи. А вот это вот роза из роз аллеи. Ну что-то она какая-то бедненькая. Розы все умерли. Да, розы, да. Ой, какие красивые деревья здесь. Обалденные. И все гуляют по парку с коробками, с коробками и с бутылками. Сначала хапнут, а потом идут в парк. А мне пришлось бежать в машину и коробку поставить. Вот как будто этот закроется магазин. Он-то как раз до ночи и будет работать. Смотри, тут такой открывается. О, какая красота. Смотрите. Вау. Я сейчас хочу на видео снять на телефон. Да. Трубадур. Ленишку отпился. Водочки, да, Мария? Настя, отойди, пожалуйста. Как красиво. Как красиво. Настя, пожалуйста, прошу, пока не стерись. Ты что специально делаешь так? Ну, смотри, экскурсия на кораблике по воде. В дудочке же играет. Вечером как стемнеет, будет фонтан с подсветкой. Вот это оборудование. Сейчас он включает. Ну, как за границей. А Яночка нам обошлась. 150 рублей. И сейчас мы возвращаемся к себе на хаос. Пока-пока.